Камера видеонаблюдения с Алиэкспресс, магазин Anbiax. Камера, сразу видно по упаковке, что это вариант для помещений. И это на сегодня, я думаю, тот оптимальный вариант, который нужно и можно заказывать. Можно заказать с картой памяти в комплекте. Выбираешь емкость с картой памяти, и тебе продавец укомплектует. До 128 гигабайт поддерживает. И эта камера по весу. Я чувствую, что она не простая. А не простая она чем? Тем, что она имеет встроенный аккумулятор. Есть такие камеры без аккумуляторов. Чисто питаются блоком питания. Кстати, которого в комплекте нет. И это говорит о том, что ты можешь использовать камеру автономно. А заряжать аккумулятор ты сможешь своим блоком питания. 5-ти вольтовым, 2-х, 1-амперным, которым ты заряжаешь свой смартфон. То есть, эту камеру можно оставлять подключенной к блоку питания. И при пропадании электроэнергии, камера будет работать от встроенного аккумулятора. Кабель USB-A Type-C идет в комплекте. Наверное, метровый USB-C разъем имеется в камере для подключения блока питания. И подключаешь в блок питания свой. В комплекте крепежный элемент и инструкция. И эта камера для многих, наверное, будет важна. Кто еще не знает, могу посоветовать. Приложение ICC XMI. По сути, это XMI камера. У тебя, например, дома видеорегистратор XMI ICC. И тебе нужна вот такая камера для установки на даче ее. Или же в твоем складе, в каком-то магазине. И удаленно завести ее, ты хочешь, на видеорегистратор. Это, возможно, будет сделать. Камера, по сути, со встроенным бесперебойником по питанию. Вот такой вот классный вариант. Многие задают вопросы, может ли камера работать без интернета. Имеется в виду, что будет ли она писать на карту памяти. И потом посмотреть, возможно ли будет ее записи. Конечно, сможет. И это именно тот вариант, который при пропадании питания. Она сохраняет все записи на карте памяти. После того, как питание появилось. Появился у тебя удаленный доступ через роутер к камере. Ты сможешь зайти и посмотреть записи, которые камера сохранила, когда был выключен удаленный к ней доступ. Это Wi-Fi камера. Удаленный доступ к ней производится посредством интернета, через роутер. Можно подключить к ней обычный роутер проводной, вот как твой домашний. А можно ее по Wi-Fi подключить к 4G Wi-Fi роутеру, который имеет также встроенный аккумулятор. И он также будет автономно работать при пропадании электроэнергии общей. Имеется также и потолочный вариант. Так, а где же кронштейн? Забыл положить. Наверное, да. Такая шайбочка продается. Ну, скорее всего, продавец просто забыл укомплектовать. И ты ее крепишь на потолок. И это идеальный вариант камеры для работы в помещении. Как вы, наверное, уже заметили, это камера 2 в 1. Верхняя поворотная 355. Назад она смотрит. Тут 60 градусов. С определением силуэта человека и со слежением за человеком. Встроенный микрофон. Встроенный динамик. Кнопка включения-выключения. Все по стандарту. Имеет белые и инфракрасные светодиоды на своем борту. Также и нижняя камера. Нижняя камера чисто общий план. Статическая. Верхняя камера вращается. Ты можешь зайти удаленно. И эту камеру отвернуть в другую сторону. Это остается на месте. По сути, это уличная камера 2 в 1. Которые я часто вам показываю на своих видеообзорах. Это вот такой вот просто автономный, плюс аккумулятор, вариант для помещений. Можно ли ее использовать на улице? Можно, если вы исключите попадание на нее осадка. Вода, снег, под навесом, например. Камера будет также работать на улице. По сути, ну что с ней? Ничего такого с ней не случится. Главное, чтобы была она сухая в мороз. Ну, также будет работать в мороз. Обычная камера просто в корпусе, не таком, не защищенном от дождя, осадка. Включаю камеру. Даю ей загружаться. Есть индикаторный такой еле заметный светодиод. Показывает, в каком состоянии камера подключенная. Там Wi-Fi есть, нету. Постоянно. Стандартное приветствие XMA'евских ICC камер. Стандартная также загрузка. Калибровка поворотного устройства. Все по стандарту, как и уличные камеры. Ну, просто видите, это все работает от аккумулятора. Аккумулятор встроенный 4000 мАч. Имеется также инфракрасный датчик движения. То есть, говорит о том, что камера имеет режим сна, режим экономии заряда аккумулятора. Если никого нету перед камерой, те, кто выделяет ИК-тепло, а это люди, движущиеся, животные, автомобили, то камера в режиме ожидания. То есть, малого потребления с аккумулятора. Появился кто-то, камера активируется, присылает тебе уведомление удаленно на смартфон, если есть у нее доступ в интернет. И записывает на карту памяти. Если нет у нее доступа в интернет, не подключена она к роутеру, или же на роутере закончились деньги, то камера просто тупо пишет на карту памяти, работает как положено. Просто ты не можешь на нее удаленно зайти, и она тебе ничего не может прислать. Устанавливаешь приложение ICC, вот такое. При этом смартфон у тебя должен подключен быть к тому же роутеру по Wi-Fi, к которому ты подключаешь камеру. Выключаешь мобильный интернет, оставляешь Wi-Fi, и именно к тому роутеру, к которому сейчас будешь подключать камеру. Жму плюс. Есть вариант найти устройство в домашней сети, Wi-Fi камера. Так, автоматом ничего не добавляется. У нас Wi-Fi камера. Далее, далее. Выбираешь роутер, к которому добавлять будешь, и пароль доступа к Wi-Fi этого роутера. Показываем QR-код. Как прописано в инструкции. Быстро сканировала по звуку. Слышно. Считала настройки. Осталось присвоить имя камере. Сохранить. Запись по тревоге. Карта памяти обнаружена. Включить уведомления на смартфон. Присылать уведомления камере по тревоге или нет. Готово. Пролистываем. Список устройств. В самом верху. Облачное хранилище также есть. Можешь активировать. Можешь потом зайти в приложение. Вот оно первое. Ознакомишься с тарифами. Вот его реклама вылезает. Камера две в одной. И классная картинка. Картинки уже с этих камер очень хорошие. Что интересно. Качество сигнала Wi-Fi. Значок есть. Это именно на камеру. Заряд аккумулятора. И наличие карты памяти. Основное все есть. В SD качестве. Переключаю в HD качество. Угу. Ну хороший уровень. Смотрите. Это у нас получается верхняя. Правая. А левая это нижняя камера. Вот так. Вот так. Отдельно можно просматривать. Этой камерой можно управлять вызвав джойстик. Можно протягиванием по экрану все это делать. Все управляется. Все работает. Широкоугольные объективы установлены. Видно наверное 2,8 миллиметра. Потому что для помещений это огромный плюс. Камера стоит недалеко от объекта. От стола. Но смотрит она широко. Захватывает очень много. Объективы два одинаковых. Два широкоугольных. Это хорошо. Ну и в чем плюс этой камеры. Я думаю ты видишь. Что у тебя на одном месте. На складе. Одна камера заменяет две. В углу ты ее вот повесил. Или в офисе. Одна смотрит туда. Другая смотрит туда. И картинка записывается на карту памяти. Двойная. Вот сможешь просмотреть все. По настройкам. Давайте зайдем. Посмотрим сразу. Имя устройства. Поменять можешь. Язык. Язык. Также меняется уже голосовое сопровождение. Вот эти вот сервисные команды будут на русском языке. Батарея и режим работы. Менюшка появилась. Ничего себе. Я думал просто всунули аккумулятор. Ну подключили как к питанию и все. И не будет. А тут оказывается есть еще и меню к нему. Оставшийся заряд батареи. Умный режим энергосбережения. В этом режиме мощности не спит. Всегда находится в состоянии записи. Когда мощность ниже 40%. Переходит в режим сверхмощного энергосбережения. Есть вариант в режиме сна автоматом ставить камеру. А есть вот как написано в режиме, когда камера постоянно пишет, работает. И вот ниже 40% разряжается аккумулятор. Она автоматом переходит в режим сна. Вот это режим работы по сну. Энергосберегающий режим. Вот он. Именно в режиме сна. Как правило находится в спящем режиме. Ожидание только кто-то пройдет, разбудит устройство. Запишет, все сделает и опять уснет. По умолчанию стоит так. Но ты можешь поставить именно вот в этом режиме. Смарт тревога. И тут ну так же вся тревога. Текущий режим работы. Написано тебе, что энергосберегающий. Умный включатель оповещений. Обнаружение людей. Все это можно поставить, если нужно. Громкость динамика. Выбор сигнал тревоги. Можно, чтобы из динамика звучало. Или приветствие. Стандартная фраза. Или свою ты можешь записать. Своим голосом будет звучать. Несколько секунд. Там 5 секунд. Или 10. Не помню. Фраза по обнаружению человека из динамика. Также это можно сделать, как и времени обнаружения. Настройка. Время записи. Настройка тревоги. Сколько тревога будет. Вот 15 секунд. По умолчанию стоит. Настройки видео и аудио. Перевороты. Вот именно. Отобразить зеркально. Перевернуть картинку при условии, когда ты ее на потолок поставишь. И полнодуплексная внутренняя голосовая связь. Ты можешь поставить в режиме рации общаться. По аудио. Или же полнодуплексная. То есть без удержания кнопки. Говоришь. Собеседник твой тебя слышит. Может перебивать. Тоже очень классно. Камера вот в таком корпусе, а уже настроек даже больше, чем в уличной камере. Настройки света. По тревоге включать белые светодиоды или же не реагировать. ИК ночное стоит. Не переходить, не включать. Белые светодиоды можно полноцветно поставить. Или же двойной именно по тревоге. Настройки карты. Форматировать можно. Емкость определилась. Свободное место. Это циклическая запись, как в видеорегистраторе автомобильном. По кругу будет писаться без остановки. Или же остановить запись при заполнении карты памяти. Есть такие моменты. Настройки PTZ. Скорость. Давайте высокую поставим. Среднее стоит. Хранилище. Также зайди и посмотри. Что тут. Там какие-то уже появляются. С облаком продаются распознавания птиц. Что-то. Ну. Уже предоставлено. Ого сколько. Люди берут распознавание. Добавить на рабочий стол и об устройстве. Взял блок питания. 5 вольт. 2 ампера. Интересно посмотреть. Индикацию. Включаю в розетку. Включаю в камеру. У нас здесь. Видите. В режиме, когда камера привязана. Светодиод мигает. А когда не привязана к Wi-Fi. То просто горит. Ну. Так. В этой камере так. Просто подаю питание. На блок питания. Индикация по. Моментально изменилась. На смартфоне. На приложении. Вот. 49%. И появилась молния. Значок молнии. Что заряд идет. Эта индикация вам может. Говорить о том. Есть ли. 220. Вот в том месте. Где камера установлена. Идет ли питание. На камеру. Или нет. Здесь больше никаких. Моментов нет. По зарядке. Ничего нам не говорит об этом. Камера будет. Заряжаться. До тех пор. Пока. Плата защиты. Плата контроля. Установленная. Там внутри. Не зарядит. Аккумулятор. До нужных. До нужного вольтажа. И не отключит. Автоматически. Зарядное устройство. Данная камера. В продаже. В Украине. По цене Алиэкспресс. После обзора. Увидишь. Как она работает. И продаю тебе. За несколько дней. Она будет у тебя. Ссылку на Алиэкспресс. Также оставляю. В описании. И в закрепленном комментарии. Немного углубимся. В тревогу. Смотрите. Возможно. По умолчанию. Включен датчик движения. Можно его выключить. И тогда камера. Я так понимаю. Будет работать. Именно по обнаружению. Силуэта человека. И не будет. Понятно. Что наверное. Засыпания. При этом. Уже не будет. Чувствительность. Датчика. Движения. Можно выставлять. То есть. Несколько вариантов. Вот этого есть. Это хорошо. Что именно. Можно выключать. Еще. Значки. Звук. Понятно. Хорошее аудио. Накладывается на карту памяти. На видео. Все нормально. Еще значки. Такой есть. Вход в режим АП точки доступа. Вход в режим АП точки доступа. А чего. То есть. Это тревожная кнопка. То есть. Ты можешь нажать. И там несколько секунд. Звучит. Тревога из камеры. А именно те слова. Которые. Ты задал. В этих вот настройках. Настройка сигнала тревоги. И. Последнее. Нет парковки в этом районе. Но почему-то она. Говорит именно вот эту фразу. Про АП точки доступа. Еще раз проверяем. Внимание. Зона наблюдения. Пожалуйста. Покиньте территорию. Или же свою фразу. Записываешь. И при нажатии. Вот. Этой кнопки. Быстрой тревоги. Камера производит эту фразу. Нужно привлечь. Внимание. Например. Кого-то. То ты заходишь. И привлекаешь внимание. Ну или же спугнуть. Ну насколько она сможет спугнуть. Это уже вопрос. Список устройств. И камера. В режиме сна. Ты можешь ее зайти. Разбудить. То есть. Ну зайдя на нее. Или же по движению. Она будет просыпаться. В данном случае. Мы заходим. Будем камеру. Быстро просыпается. В SD качестве грузится. Можно качество улучшить. Если нужно. Это именно просмотр. Все зависит от интернета. Качество. Именно просмотр камеры. На карту памяти. Пишется в высоком качестве. Независимо от интернета. Камера на видеорегистраторе. Добавилась через домашний роутер. Как обычно. Иксэмаевский видеорегистратор. Добавляет такие камеры. И вот видите. Вы 2 в 1. Камера на 2 картинки разделена. Как уличные камеры. Иксэмаевские. Также будут работать. Будет работать. Она с видеорегистратором. Управление. Нижней. То есть. Поворотной камерой. Также есть. Все адекватно. Лево-право. Вверх-вниз. Все так же работает. Камера позиционируется. Как 4 мегапиксельная. Но понятно. Что это 2 мегапикселя. На каждой матрице. Смотрите. Есть мобильное отслеживание. Можно его включать. Но почему-то с приложения. Я не видел. Информация по камере с регистратора. 4 мегапикселя. 12 кадров в секунду. По максимуму 15. Можно поставить. Формат сжатия. H265. Видеозвук в двух потоках. Писаться будет на жесткий диск видеорегистратора. Без вопросов. По тревоге. Давайте посмотрим. 16 канал. Обнаружение людей. Есть. Установить зону. Все это возможно. Показать следы человека. Все это можно делать. Как и в уличной. В общем-то камере. Также ты можешь ее отслеживать. Из приложения. То есть с программы. На компьютере. ВМС. Все возможно. Без вопросов. На компьютер. Также можешь писать. Записи. Есть непонятные моменты. Скорее всего. Ну я надеюсь. Что возможно это решится. С новой прошивкой. Потому что камера новинка. Даже вон видели. Вы при начальной распаковке. На коробке нет английского языка. То есть полностью китайский. Это новинка. Новой прошивки. Нету информации об устройстве. Возможно будет. И будет там подключена функция. Именно слежения за человеком. И команды по определению человека. То что я в видеорегистраторе щелкаю. Оно не активируется. То есть заложена эта функция есть. Но она не активна в камере. И невозможно ее активировать. С видеорегистратора. Вот определение человека идет. Следы. Я с видеорегистратора включил. Она определяет. А не реагирует. Не поворачивается. Ничего. Картинка хорошая. То есть повороты. Все это делается. Ну без проблем. Вообще вверх-вниз. Поворачиваешь куда хочешь. Камера как два в одной. Работает беспроблемно. А светочувствительности. Хорошая светочувствительная матрица. И объектив хороший установлен. Два объектива. Потому что вот практически сумерки. Другие камеры уже переходили в цвет. Вот то есть черно-белый режим. И плохо бы видели в цвете. Это в цвете. Видит хорошо. Видели вы как сработала экспозиция. Без вопросов. Может недостаточной освещенности видеть. Ну вот она не переходит в ночной режим. Ей да схватает вот этой недостаточной освещенности для работы в обычном режиме. Нижняя камера неповоротная. Нижняя камера неповоротная. И верхняя камера поворотная. На регистраторе камера также уходит в режим сна. То есть она пропадает. На канале сохраняется. Но картинка с нее пропадает. Появился в зоне видимости камеры. Приходит уведомление. Звучит по тревоге та голосовая команда. Фото тревожное. Праздно шатание. И на видеорегистраторе что там. Да камера активировалась. На видеорегистраторе без вопросов. При этом на карту памяти заходим. Жмем на воспроизведение под картинкой. Реальное время. Следующее воспроизведение. Открывается карта памяти. Одна запись. Вот здесь и с облака. Если что возможно. Если будет активно. Или с карты памяти просматривать. Сегодня если захочешь. То можешь и выбирать дни. Будет несколько дней. На карте записано будет. Со звуком. Внимание. Зона наблюдения. Пожалуйста покиньте территорию. Тут больше ее голос слышен чем мой. Внимание. Зона наблюдения. Но факт определения человека был. И записан. То время которое ты задал. Можешь забрать ролик. Скачать. Закачиваешь его в папку приложения. И потом забираешь на смартфон. Делишься с кем хочешь. Фото сделать тут же. Проматывать. То есть эти все моменты есть. Камера в полной темноте. В HD качество перевожу. Развернул ее так. Что она всю большую комнату захватывает. И есть еще возможность развернуть. Но там уже засветка идет от предметов. Видите нижняя камера от стола. Идет небольшая засветка светодиодов. Помехи особо и не создает. Камера работает нормально. На потолке, на стене. С помощью кронштейна. Если ее установить. Этот момент исключится. Камера будет показывать идеально. Верхняя поворотная. Отлично. В полной темноте. Освещает своими ИК со светодиодами. Большую площадь. То есть тут проблем вообще никаких нет. Тут же можно нажать на лампочку. И вызвать три ночных режима. Камера двойной стоит. Именно по движению. Должна включить белые LED светодиоды. Давайте зайдем. Должна меня определить. А определяет. Видите. Именно верхняя камера поворотная. То есть ее желательно направлять в сторону дверей. Откуда человек появится. Тогда она первая среагирует. Пришлет вам уведомление. Включит сирену. Тревогу. И вот белые светодиоды включает. Очень яркие. Классные. Включают две камеры. Что нижняя. Вот она включила. Что верхняя. Белые светят. Одинакового они. Одинаковой мощности. И вот до следующего определения. До следующего определения. Опять включают. Если не хочешь. Этот момент использовать. Опять же тут нажимаешь. Выбираешь. Три ночных режима. Полноцветная. Постоянно в цвете. Будет вот так вот ночью. Или же инфракрасная. Сообщения приходят по человеку. Зум. На большой картинке. Можно сделать. Вот так вот при открытии. На всю. С камеры. Так же и с нижней. Можно сделать. Притянуть что-то. Посмотреть. Когда две в одной. То. Просто общий просмотр. Ну. Поворотная камера. Будет поворачиваться. Слежения пока нету. Даже нет возможности. С приложения включить. А когда включаю. С. С видеорегистратора. Функция не активируется. То есть нету подтверждения. Как в поворотных камерах. Ну. Вот такой вот вариант. Как для помещения. Ну. Суперого. Что ты можешь в перекрытие поставить две камеры. С широкоугольными объективами. И просто ты захватишь большую комнату. Большой склад. Большой офис. Что тебе нужно. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. И так же в телеграм. Подписывайтесь. Там продаю вам по цене Алиэкспресс в Украине. Ну. Вот то что показываю на своем канале. Всем удачи. И до следующих видео.